Свой мастер-класс начинает Сорокия Наталья Викторовна, воспитатель гимназии номер 1573. Пожалуйста. Добрый день еще раз всем. Пожалуй, начну свой мастер-класс. Дети – существа удивительные. Они каждый день совершают открытия, заставляя на взрослых взглянуть на мир по-новому. И чтобы лучше их понять, нужно и самим стать чуть-чуть ребенком и посмотреть на мир его глазами. Мы с моими ребятами каждый день играем в какие-то игры. Загадываем, отгадываем различные предметы. И сейчас я хочу вам предложить, вспомнить, что все мы родом из детства, немножечко поиграть. Здесь у меня скрыт некий предмет. Я вам предлагаю с помощью игры «Да-нет» попробовать отгадать, что здесь. Напомню вам правила игры. Вы можете задавать мне различные вопросы, на которые я буду отвечать «Да», «Нет» или «Несущественно». Прошу вас. Это шлифовое? Нет. Это растение? Нет. Это круглые? Нет. Это круглые? Нет. Это механизм? Нет. Это водолаз? Нет. Хорошо. Я… Нет, несъедобное. Я вынуждена вам немножко подсказать. Этим предметом мы пользуемся ежедневно, утром, на обед и вечером. Это расчетка? Нет. Ложка? Совершенно верно. Это самая обыкновенная ложка. Посмотрите и подумайте. Как можно использовать самую обыкновенную ложку, помимо ее прямого назначения? Спину чесать. Спину чесать. Спину чесать еще. Музыкать на ложку. Как музыкальный инструмент еще. Копать. Копать. Копать еще. Воспитывающий элемент. Замечательно. Элемент дизайна. Вы знаете, дети видят в обычных предметах намного больше, чем мы взрослые. Я сейчас хочу предложить вам послушать, как говорят обыкновенные ложки, мои воспитанники. Это их автопортреты и их высказывания. Ложка похожа на чурчурцу, еще можно на ней играть, как на гитаре. Ложке можно играть, как на гитаре. Ложку можно говорить, как микрофон. Ложку можно говорить, как микрофон. Ее можно использовать, как катапульту. Неожиданно, правда? Как катапульту. Я уверяю, никому в голову бы этого не пришло, взрослым. Ложка, как волшебная палочка. Палочка. Ложка похожа на маятник для гипноза. На маятник для гипноза. Удивительно, да? Как дети видят в обыкновенной ложке такие вещи. Ложка становится путеводителем для ребенка в мир открытий. И я сейчас предлагаю вам немножко попутешествовать вместе с нашей ложкой и с легкостью пройти несколько станций. И первая станция, на которую мы отправляемся, называется станция кукольная. Если взять самую обыкновенную ложку, прикрепить к ней личико, косички и бантик, а также нарядная платьица, то у нас получится куколка. А если к обыкновенной ложке приделать седые волосы, повязать ей косыночку, надеть фартучек, то у нас получится бабушка. А если к обыкновенной ложке прикрепить бороду, надеть на нее рубашку, штанишки и кушачок, то у нас получится дедушка. Совершенно верно. Ложка в творческих руках ребенка может превратиться во что угодно. Я сейчас сюда хочу пригласить четырех человек в фокус-группе. Прошу вас, занимайтесь своими за столом. Здесь предоставлено огромное разнообразие разных материалов, с помощью которых я хочу предложить вам превратить обыкновенные ложки в героев сказки Заюшкиной изложки. Кто помнит эту замечательную сказку? Если кто-то не помнит, не волнуйтесь, здесь есть небольшая шпаргалочка, вы можете подсмотреть, почитать. Я думаю, пару минут вам будет на это достаточно. Время работы определяют песочные чисты. Преступайте. Лев Семенович Выгодский говорил, что творчество — это не удел только гений, которые создают великие художественные произведения. Творчество существует везде, где человек фантазирует, комбинирует или создает что-то новое. Сегодня мы не станем такую цель перед собой передать ребенку знания, умения или навыки. Наша задача — поддержать детскую инициативу, развить творчество и воображение, увидеть и поддержать талант в каждом ребенке. Для творчества своим ребятам я предоставляю огромный выбор различных материалов. В процессе такой деятельности у них развивается инициатива, формируются навыки общения, они учатся работать в группе, взаимодействовать между собой, устанавливать добрые и положительные взаимоотношения. И также проявляют самостоятельность в выборе и принятии решений. Дети с удовольствием выполняют различные такие вот действия с ложкой, когда у них получаются персонажи. И это как раз та форма работы, где утомительное принуждение уступает месту увлеченности. А еще мои дети с удовольствием расписывают деревянные ложки. Я предлагаю вам обязательно когда-нибудь попробовать. Уверяю, вы получите просто массу удовольствия. Ну что ж, почти. Как и фокус-группы вам. Скучно. Ничего страшного, можно воспользоваться шнурками. Здесь просто масса, выбор огромных всяких материалов. Если вы готовы, то скажите нам, пожалуйста. Пока можно вспомнить сказку и у нас с вами будет декорация к сказке. Итак, сейчас мы наших героев отправляем в сказку Заюшкина избушка. Прошу участников фокус-группы выйти вот сюда вперед. Вам, наверное, понадобятся микрофоны. Вы их можете включить. Прошу вас, коллеги, импровизируйте. Я на себя, пожалуй, возьму включить. Возьму, с вашего позволения, слова от автора и начну. Хорошо? Итак, жили-были лиса и заяц. Лиса построила себе избушку ледяную, а заяц глубину. Наступила весна, избушка лисы и растаяла. Попросилась она к зайчику ночевать, да его и выгнала. Выгнала зайчика. Идет зайчик и горько плачет, а навстречу ему медведь. Пожалуйста, медведь. Зайчик плачет. Медведь, прошу вас. Чего плачешь, косой? Чего плачешь, косой? Медведь, это же медведь. О, была у меня ищушка. Ну, гадаю, 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 попросился она ко мне, да меня же и выгнала. Пойду-ка я разберусь. И пошли медведь с зайцем к избушке. Медведь как зарычит. Лиса, лиса, ты что, рыжая наделала? А она ему с печи кричит. Как выскочу, как выпрыгну, пойдут кулачки по заколучкам. Медведь испугался и бежал. Ой, какая-то она нездоровая. Бежал медведь. Идет зайка и дальше по лесу плачет. А навстречу ему Петя, петушок. Укрикул. Укрикул. Чего, зайц, плачешь? Да как же мне не плакать? Была у меня избушка. Лобина у лисы ледяная. У лисы избушка растаяла, она пришла ко мне и выгнала меня из дома. Не плачь, зайц, я тебе помогу. И пошли они вместе с петушком к избушке. Петушок подходит к избушке, да как, закричит. Ку-ка-реку. Ку-ка-реку. Кто там? Я петух, а ты здесь что делаешь? Это же зайчья избушка. Совесть у тебя вообще есть? Нет. Нет, ну разве можно таких вот маленьких, хороших обижать? По лесам у спичи говорит. Как выскочу, как выпрыгну до пол. Что там? По лесу? По лесу? По лесу и плачьи по закоулочкам. А петух кричит. Несу косу. А петух кричит. Ку-ка-реку, нам не страшна лиса. Несу косу на плечи, хочу тебя посечить. Я косу принес, решать жилищный вопрос. Лиса испугалась и бежать. И стали зайка с петушком дружно жить, поживать в избушке лобиной и добра наживать. Аплодисменты нашим артистам. Прошу, присаживайтесь на свои места. Своих кукол из ложек вы можете оставить себе. Пусть они станут первыми персонажами вашего театра ложек. И чтобы ваши дети, играя, развивались. А мы с вами отправляемся на следующую станцию, которая называется музыкальная. Ложка может превратиться в музыкальный инструмент. Умеет кто-нибудь играть на ложках? Ну, в общем, да. А давайте попробуем. Прошу вас, быстренько-быстренько разбираем. Прошу вас. Это мне. Прошу поучаствовать в нашем оркестре ложкарей. По две берем. Пожалуйста. Итак, начали. Спасибо огромное. Аплодисменты нашему особенному старшему. Ложка может путешествовать по стране детского воображения бесконечно, потому что детской фантазии имеет границ. Скажите, пожалуйста, вам удалось сейчас почувствовать себя детьми? Да, безусловно. Включите микрофон. Да, безусловно. В таком случае я вас сейчас попрошу выразить отношение к мастер-классу в трех словах. Вас в трех наречиях, в трех существительных, в трех прилагательных и в трех глаголах. Пожалуйста. Второй микрофон есть. Сделал. Почувствовал. Получил. Спасибо. Три существительных. Игра. Ложка. Театр. Спасибо. Одиналичие. Феерично. Сумасшедшее. Неожиданно. Спасибо огромное за такой отзыв. И три существительных. О, прилагательных, прошу прощения. Ой, сногсшибательные. Умопомрачительные. Игривые. Блестящие. Спасибо. Даже четыре. Отлично. Вот видите, у нас здесь в фокус-группе сегодня собрались такие предметники, как учитель начальных классов, психолог, учитель русской литературы и учитель истории и общества знаний. Скажите, на своих занятиях с детьми вы смогли бы использовать обычную ложку? Я уверен, что да. А в таком случае ложка наша превращается в волшебный микрофон. Не забываем про настоящие. И я попрошу тех, у кого в руках оказывается этот волшебный микрофон, поделиться короткой идеей, как вы используете обычную ложку на своем предмете. Прошу. Кто готов? Микрофон обычный тоже. Настоящий. В принципе, можно вполне использовать как настоящий микрофон. Дети так и делают. У нас работает. Мне сложно. У меня совсем взрослые дети от 17 до 22. И все же. Поэтому, думаю, как элемент воспитания мне самый раз. А я бы предложила, например, вспомнить какие-нибудь литературные произведения, в которых встречается ложка или как-то просклонять, проспрягать и тому подобное. Так, еще кто-нибудь может? Ну, у меня дети есть маленькие, поэтому можно точно так же театр разыграть Гомера, а можно еще там русский быт, тоже воспитание, показать, как ели одной ложкой все что угодно. Да, совершенно верно. Ну, а у меня идея использовать волшебную ложку для, например, инсценировки сказки, новой сказки каши из ложки. По мотивам сказки каши из топора. Так, психолог, послушаем вас. Ну, я работаю просто с детьми с ограниченными возможностями и, конечно, детки отстают в познавательном развитии, поэтому вот в качестве сенсорного развития воспитания очень хороший предмет. То есть, вот локтика какая у нас? Легкая, да, она какая у нас? Гладенькая, да, сенсорный талон формы, да, мы можем здесь рассматривать, потому что такие дети нуждаются в множественном повторении, да, вот, очень хорошо. Да, совершенно верно. А еще ложку можно попробовать, предложить покатать между ладошек, чтобы отдохнули немножко ручки. А на физкультурных занятиях можно использовать как эстафетную палочку или как предметы для общеразвивающих упражнений. Просто масса всяких возможностей использовать самый обыкновенный предмет в развитии творческих способностей ребенка. А мой мастер-класс назывался «Предмет обихода как универсальное средство развития творческих способностей ребенка или путешествия ложки». Спасибо огромное. А вам спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Наталья Викторовна. Да. Пожалуйста, готовится следующий конкурсант. И техническая служба отбирает микрофон. Особенно прошу проследить, чтобы жюри вернуло ложки. Конкурсант может постесняться. Пожалуйста. Итак, первый вопрос мы начнем с правой стороны. Владимир Мадович под следующий. У вас есть микрофон? Микрофон. Спасибо огромное. Спасибо большое за мастер-класс. Назовите какой-нибудь другой настолько же универсальный предмет, который вы можете использовать на своих занятиях. Коробка. Коробка может быть, если ее перевернуть, да, столом. Коробка может быть коляской. Коробка может быть грузовиком, сундуком и шкафом, плитой кухонной и еще множество всяких применений коробки вам назовут мои дети. Больше, чем я, поверьте. Спасибо большое. А так, на самом деле, любой предмет, абсолютно, даже шкаф. Ничего страшного. Владимир Мадович, пожалуйста. Это всего лишь губная коробка. Их много таких, и можно сделать такие декорации сколько угодно. Спасибо огромное. Наталья Викторовна, у вас такое жизнерадостное занятие, и все ваши условные дети в него активно включились. А вот если представите такую ситуацию, вызов, что, например, один из них условно оказался бы условно слегка аутичный, замкнутый ребенок, которому трудно коммуницировать с другими детьми, как бы вы поступили в этой ситуации? Вы знаете, как раз я в данный момент работаю с детьми в группе для детей СОВЗ, и мне приходится неоднократно сталкиваться с своей профессиональной деятельностью именно с аутичными детьми, их сейчас становится все больше и больше. Здесь, конечно, в первую очередь индивидуальный подход. Но, во-первых, мы смотрим на состояние ребенка, смотрим, насколько его можно сразу включить в этот процесс. Скорее всего, это будет постепенно, не вот так сходу, как сегодня на мастер-классе. То есть будет масса подготовительных мероприятий, упражнений по социализации ребенка, прежде чем я его введу вот так вот экспромтом в спектакль. Спасибо, Наталья Викторовна. Еще один вопрос по РАВА. Наталья Викторовна, у меня такой вопрос. На вашем мастер-классе ложка была участником театральной деятельности. А представьте, как ее можно использовать в исследовательской деятельности детей. Да, совершенно верно. В исследовательской деятельности ложку можно достаточно широко использовать. В частности, ложка может быть металлической и деревянной. Это если мы рассматриваем материал, с которого она изготовлена. Можно сравнивать ложки по величине, по назначению. А также можно использовать как инструмент для исследовательской деятельности. Например, как кто-то здесь уже предлагал, если не ошибаюсь, выкопать кусочек, образец почвы для исследования или снега. Ну и еще масса, масса применений, ей-богу. Можно говорить до бесконечности. Спасибо, Виктор Петрович. Вопрос слева. Наталья Викторовна, спасибо, конечно, за игру. Но вот, когда мы организовываем учебный процесс, не всегда хватает персонажей для того, чтобы каждому ребенку насталась роль. Вот какой ход вы применяете, чтобы все активно участвовали в процессе? Здесь есть много вариантов. Первый, самый простой, можно привлечь детей к подготовке к этому творческому процессу, к изготовлению атрибутов. А второй, вариант более сложный, это когда уже у детей сформированы достаточно так воображение и мышление. Здесь, пожалуй, можно предложить детям разыграть сказку на новый лад. Слушать каждый будет рад, сказочку на новый лад. И ввести новых персонажей просто экспромтом. Спасибо большое, заключительный вопрос от Андрея Викторовича. Я немножко вернусь к вопросу Владимира Натаровича. Подскажите, вот аутичный ребенок на ваших занятиях у таких детей есть право отказаться от участия? Совершенно верно. Да, да, да. Обязательно. Спасибо. Спасибо вам. Давайте.